становится скучно иногда люди смотрят на я хотел бы до того как мы пойдем за шимсон 34 интересный вам маша рассказать я скажу что моя борьба что кто здесь потому что это меняет жизнь видео Сегодняшний шиур, ребята, это точно шиур, который мой папа давал. Вот шиурин, который мой отец давал, вот это такие шиурин. Несколько вещей сегодня будем рассказать от имени Лаваджа Йосеф, несколько от имени Лавбарух и несколько от разных книг, которые я читал на этой неделе. Вы знаете, в каждом городе есть такие люди, кому Хашем показывает будущее его конгрегентов на Рошашана. Один из таких людей был Хозе Милюблин. До Рошашана люди приходили на него брать бараха, и он им говорил, в этом году ты делай бизнес, в этом году ты не делай бизнес, в этом году ты вообще с дома не выходи, в этом году ты вообще домой не заходи. Разные, разные вещи он говорил своим ученикам. Призыл к нему Равсимха Буни ми Пашистха, а он был сильный бизнесмен, он был Талмихав Равсимха Буни, но он тоже делал бизнес. Он пришел в армию Рошашана, в Задусуево, Реби Хозе Милюблин Бараха, Реби, если он говорит, что ты думаешь, что вы говорите, Буш или Трамп, кто вы говорите? Он говорит, Реби, Рошашана, я хочу знать Бараха, дайте мне Бараха. Он говорит, как там Трамп, у него ухо все нормально, там дырка большая, маленькая, он говорит, Реби, дайте мне Бараха. Он меняет тему, меняет тему, он говорит, стоп, дайте мне Бараха. Хозе Милюблин стал плакать. Он говорит, у тебя мазал в этом году черный, что хочешь ты раздал? Черный. У тебя, говорит, нехороший год будет. Если ты еще живо останешься, это большое чудо. Бизнес вообще не трогает твой. Ноль будет, но у тебя ничего не получается. Я извиняюсь, что хочешь ты раздал? Что ты хочешь сказать? Иби, Хозе Милюблин это сказал, Дабшимихам, будем и пашистам, пошел домой, пришел, сердце у него на полу. Пришел в снягогу, Хозе Милюблин говорит, вы можете Милюблин помолиться? Хай он начинает Милюблин молиться и у него перед ним все черное становится. Он начинает плакать. Никто его останавливать не может. Аравий тоже ему дали читать. Опять плачет, 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 ничего не стоит. Броши, сана закончился уже. Его жена нет, ха-ха-ха, магазин откройте. Он магазин не открывает. Он говорит, в этом году бизнес не работает. его жена говорит, как ты будешь бизнес делать, ты магазин закрыл. Он говорит, но у меня Мазал нехороший в этом году. А что ты решил делать? Я пойду, одной женщине, кому я всегда даю, беру вещи у нее, продаю, я к ней пойду, я буду у нее работать в этом году по месяцам, пока мой Мазал поменяется. Хай пришел к ней и говорит вот так, женщина, а, я у тебя буду целый год работать, я твой рабочий. Она говорит, как? Мы с тобой партнеры. Когда на 47 улице люди друг другу вещи дают, и потом тот говорит, я у тебя буду рабочий, он себя неловко чуркать, как ты будешь мне рабочий, мы с тобой, как друзья работаем. Ты продави, тебя продави, как ты будешь у меня рабочий. Раусюха боню говорит, слушай, я буду у тебя рабочий, в этом месте работаю, 3000 долларов ты мне даешь за месяц. Но только за один месяц. Она говорит, хай, он начинает работать, у нее становится большой оборот. Почему? Потому что он, он знает этот бизнес, он знает, как его руководить. И он всех рабочих на место поставил. Он говорит, почему ты в туалете 15 минут газеты читаешь? Почему ты получишь на завтра, почему ты рано уходишь? И все рабочие стали так работать, бизнес на 250 раз поднялся больше. За один месяц. Месяц закончился. Она говорит, уаа, thank you, thank you. Он говорит, никакой thank you. Я говорю, второй месяц, ну, кто на один месяц с тобой работает, только 10% от всей заплаты мне дашь. Он говорит, что? А сразу на 10% побежал. А, поделал, я тебе твой бизнес поднял, да, на один месяц я буду у тебя еще работать, 10% твоей заплаты мой. Нет, я сейчас там ухожу, bye-bye. все суперлайзеры пришли и сказали, слушай, он работу знает, он твой весь бизнес вот так поднял, ты сейчас не скажешь, что пойдет вниз. А теперь первый месяц был тишиной, это теперь хэш-1. Хай, второй месяц хэш-1, он работает 10%, ему бизнес еще раз на 250 раз поднимается с последнего месяца. Теперь месяц закончился, он приходит, как там был, все нормально. Он говорит, теперь я остаюсь на третий месяц работать, мы с тобой 50 на 50. Excuse me? Bye! Что такое 50 на 50? Откуда ты взял? Он только хочет, что он уходил, все суперлайзеры побежали к ней. Не, 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 я сарна, ты его сейчас отпустишь, обратно мы пойдем вниз. Пожалуйста, держи его. Тишлей работал, кислав работал, теперь хэш-1. Тишлей, хэш-1, кислав, sorry, тишлей, хэш-1, кислав, третье месяц кислав работает, теперь как? А каждый тысячу долларов 502. Каждый тысячу долларов 502. Хозяину больно, но она говорит, хай, слушай, он же так столько подносит. В этот месяц бизнес поднял он в 500 лаз. 5 лаз больше, чем все месяца. теперь босс переживает, что теперь следующий месяц скажет мне? Он закончил этот месяц, хорошую зарплату сделал, теперь говорит, слушай, все это три месяца закончились, да, что такое? тишлей, тишлей, хэш-1, кислав, чудак, да, что там ждет? ТВ, ТВ проработал, сдал шват, он говорит, это 50% шват, шалом, браха, това, я ушел, куда ушел? Ападжон, я у тебя проработал, да, шват, значит, у меня уже все будет нормально, я иду, идет не домой, сумка денег, идет прямо Хозе Милюблин домой, он говорит, халф, Что вы мне сказали на Рошашана, объясните, пожалуйста? Хозе Милюблин сказал, иди сюда, у тебя мазал был такой нехороший в этом году, ты должен был не только подснять деньги, даже сам уйти, он говорит, а как это все так переведнулось, он говорит, потому что ты плакал, потому что народ Шашана, Ел-Кипур, ты плакал, твои слезы, все это твой мазал переведут, почему? Афилу говорит, Гемора, Шааре Тефила Нин Алу, даже ход, Ашем закрывает ворота, от молитвы иногда, когда у нас команда, эту молитву доходит, Шааре Дим А, Лонин Алу, но когда у человека слезы, когда он молится, Ашем всегда принимает, я хотел бы с вами поделить несколько маршал, первый маршал, вы со мной, маршал номер один, один убийца, убил одного человека, пришел к одному, другу, говорит, слушай, я committed, crime, я убил человека, мне говорит, на 10 лет хотят посадить, спаси меня, меня надо спасти, и мы сказали, один лояр есть, этот лояр, еще никакой кейс, жизнь не проиграл, но что он тебе скажет, ты дашь хай, нашел лояр одного, этого лояра нашел, лояр говорит, мне дашь один чемодан, хочешь, я тебе жизнь спасу, один чемодан, деньги, он говорит, окей, а, как ты знаешь, что хотя бы я на 5 лет не пойду, нас, он говорит, не, не, брат, ты мне дай, на один день не пойдешь, гарантия, гарантия хай, теперь что стало, он ему чемодан, деньги приносит, начинается суд, лояр встает, вечера, он даже не дышит, этого свидетеля шахмат, этого стиль шахмат, этого лояра, этого лояра, всех мэйеров, даже самого судью, на место поставил, три часа суд, он говорит, что, дайте мне здесь, 10 минут перекур, я сейчас Андрея потеряю, я должен на 10 минут сесть, еще суд не закончится, 10 минут перекур, 10 минут перекур, все, судья говорит, давайте все 10 минут отдохнем, придем, он 3 часа разговаривал, нам слова не дал, все вышли, остались только судья, и тот подсудимый, не судья, а, лояр, адвокат, и подсудимый, вечера, этот лояр, уже без такой, бледный стал, хагогу, у него же поднял, на это подсудил, его смотрит, говорит, хагет, скажи мне, тебе понравилось, что я про тебя рассказываю, или нет, этот, убийца, чебудэ, он говорит, я не понимаю, ты такие слова сказал, что я уже сам себе не верю, что я кого-то убил, я уже не верю, что я это был, что я кого-то убил, ты, такие слова сказал, Рауадзе и Иосиф, приносит этот масштаб, вы знаете, каждый митцва, который человек делает на Элюль, это митцва за человека, так разговаривает на Рошана, перед Ашемом, что душа человека, не верит, что он сам, да, вообще-таки грехи сделал, наша душа после Рошана, на второй день Рошана, так сильно чувствует, когда, когда мы вместе с Элюль вышли со своей коробки, целый год, битняк пришел к вам, руку дал, вы дали ему цедака, а, цедик, Элюль, вы должны бежать за ним, вы должны выйти с этого, кто-то болит, вам сказали, читайте Те Эли, потом, когда вы почувствуете, потом читали, окей, а когда вы слышали, что какой-то отцало возле вашей улицы едет, или где-то улица, отцало для кого едет, вне Ислаэль, и вы стали читать Те Эли, вы вышли со своей дороги, вы послышали мусор, в течение года, пошли пять минут, учились, а здесь вы сами пошли, учились пять минут, когда человек сам идет, делает митцвет Масим Таумим, у него появляется такой лойер, ему говорит, я иду до тебя на суд, ты сиди дома, я иду на тебя, я иду за тебя. Рауадзе, Иосеев. Дает очень много маршалим, но мне на шаббат, я сказал, этот маршал мне сильно понравился, я специально говорю, чтобы его записать, и всем вам с вами поделить, он мне сильно понравился. Один царь, у него была тяжелая корона, корона, его папа, вы знаете, у царей по поколению корона идет, а теперь во время Николая люди были намного сильнее, чем в наши времена, этого корона 10 килограмм, он мне более короткий, мне больше, уже год назад, такой тяжелый корона, и он видит, ювелирный говорит, слушай, ты мне сделай, пожалуйста, корону, чтобы не было такой 10 килограмм, один-два килограмм, чтобы я не калим, халок нашел, моя голова как устает, когда я на него, на голову надеваю, он говорит, окей, окей, я сказал, но это будет дорого стоить, сколько? 100 миллионов будет стоить, хайно право нам царь, он говорит, вот тебе сейчас 50, вторые 50 через год, он говорит, дайте мне год время, он еще домой не успел прийти, и за нашу память, что он сейчас 50 миллионов поднес, она уже весь аппи-пи-приготовила, завтра поедем vacation туда, после завтра поедем туда, потом Airbnb туда, Airbnb сюда, свимпли, плимпли, all this, в лоббитар, поехали, а теперь vacation за vacation, он домой приходит, через 10 месяцев, сколько месяцев осталось у него? 2 месяца, он теперь депрессия, как я за 2 месяца, корону сделаю для царя, он не знает, куда себя девать, переживает, плачет, не знает, что делать, не знает, куда себя вести, один друг говорит, слушай, ты сделай для корону, для царя корону, который заходит, его палец только, который помещается в его палец, а потом я тебе дам совет, хай, он красивую корону сделал, все драгоценные камни поставил туда, ого, теперь корона маленькая, он сделал для нее коробку, во, потом после этой коробки, еще коробка, еще коробка, 60 коробки сделал, вот такую большую коробку, принес царю, а, после чего, год прошел, вот вам, царь поднял, что-то очень легкий такой, хай, дурно себе нет, хай, открывает, опять коробка, опять коробка, опять коробка, и маленький, корону в год, который может только на палец надеть, он говорит, я не понял, что это такое, он говорит, скажите, это вам нравится, он говорит, нравится, но это не то, что я просил, он говорит, если вам это нравится, это вам экземпляр, какой у вас будет стоять на голове, он говорит, вау, вот такой красивый будет, он говорит, но, что но, дайте мне еще один год, почему, байсила, сэржи, ходит так, он со своим, векешем, векешем дама, он говорит, дайте мне один год, я прошу вас, магид медубна, говорит, мы идем на Рохшана, сегодня, после шеур, каждый из нас должен пойти домой, как то, чем моя митцва, одну митцву взять, что там осталось, три недели, меньше немножко, вот эту митцву с собой держат, я буду отвечать везде, амин, я буду везде отвечать, на Рохшана, когда буду твилин надевать, я буду делать так, что одно твилин, ни с кем разграр не будут, одну митцву взять, и с этой митцву прийти на Рохшана, это мой маленький митцву, если вы знаете, дай мне еще один год, в следующий год, я уже буду с большой митцвой, когда человек одну митцву, но ее правильно делает, он с этим идет далеко, кто наши бухарские фразы хорошо знает, что это значит на бухарском, чтобы человека, не дай бог, не дай бог, мозги поел лев, как это будет? Молежище, вот это вопрос вам, откуда вот эта фраза, вышла, кто мне скажет? Сему, а? Шимчон, откуда? Я вам сегодня расскажу, можно? Я был маленький ребенок, мой папа это один раз рассказал, и когда ему повторил, он говорит, и мой папа эту историю много не рассказал, один-два раз в своей жизни рассказал, я был маленький, я до него один раз в своем акаде, потом я одного бухарского раввина услышал, в Нью-Йорке, и третий раз я эту историю услышал в жизни, на прошлой неделе, у одного большой раввина в Израиле, это очень серьезная и сильная история. Если бы я на бухарском сказал, все бы от смеха имели наслаждение, но я не могу, потому что я бухарский не понимаю. Один парень бизнес делает, его бизнес не идет. И он идет к одному старику, он приходит к одному старику, говорит, старик, Бобо Джон, я ищу свой мазал, где мой мазал? А этот старик, к примеру, ему говорит, иди в Манси, там есть речка, приди к этой речке со своим стаканом, возьми стакан воду, просьба, расскажите, это дома на Шават, это жизнь человека поменяет, она сможет как шутка, сильная история. Возьми стакан свой, иди к речке, возьми воду, и скажи, шокольный ябедвороба колоно, попей, потом скажи, речка, речка, пожалуйста, скажи, где мой мазал? Хай он, это услышал у старика, идет по дороге, выйдет по дороге, один такой, как бы, дохли лев сидит, мазель, он говорит, эй, лев, что ты здесь делаешь? Он говорит, я два месяца, ничего нормального, а ты куда идешь? Я иду к речке. Почему? Я хочу знать, где мой мазал. Лев говорит, слушай, я два месяца толком не кушал, мой мазал в Астаги. Узнай мой мазал у речки тоже, пожалуйста, я тебя прошу. Он говорит, хай, хай, но право. Хай идет дальше, видит дубовое большое дерево, там дверь имеет, открывает дверь, царя, дочка на стуле завязана. Он говорит, дай, пожалуйста, открой меня, я не имею права останавливаться, я иду к речке, свой мазал узнать. Хай, ты попрошу, иди мой мазал, узнай, что я отсюда жива я буду или нет. Он говорит, хай, хай, для тебя хэси сделаю, узнай. Он ходил под солнцем, сараш пухтар. Он говорит, давай под деревом яблоко три минуты посижу. Под деревом яблоко три минуты сидит. Дерево говорит, хай, куда ты идешь? Он говорит, я иду к речке узнать свой мазал. Дерево говорит, мой мазал тоже узнай. Я каждый год давал по два тона яблоки. В этом году два яблока, в прошлом году два яблока. Я говорю, три года у меня уже мазал нету. Узнай мой мазал, как открыть. Он говорит, хай, узнаю. Теперь он, баруха шэм, пришел до речки и вынес свой стакан, взял стакан воды, шакольни, обедвороба, каванно. Речка, а? Я пришел узнать свой мазал. На, 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 да. И говорит, вот адрес тот, речка тот, где мой мазал. Матый. Он говорит, может, я неправильно каванно сделал. Взял еще один стакан воды, еще раз каванно, к ты, шакольни, обедно попил. Речка, речка, пожалуйста, скажи, где мой мазал? Никакой ответ. Хай, меня оставь сюда. Мазал того льва, который я видел, слабый, что его мазал? Речка говорит, скажи этому льву, чтобы он безмозгового съел. Хай, она, речка разговаривает, ку? Будеку? А я думаю, что он вообще не разговаривает. Безмозгового съешь. Он говорит, окей, речка, тебе вопрос, а, это дочка царя, которая в дубовом дереве закрыта на стул, что ее мазал? Ее мазал очень легко. Ты иди к ней. На мельху, вот как зайдешь сюда, там и ключ спрятан. Открой замки, ее цепи открой, и она придет, а, меня может, ее папа слуги убьют, нет? Ее папа уже всех этих снук убил, тебя никто трогать не будет. Он говорит, ибил Ахмад, а где мой мазал? Опять тихо сидит, лечка. Хаун говорит, это дерево, что стало дерево яблоко? Скажи мне, пожалуйста, дерево яблоко, что с ним стало? Он говорит, дерево яблоко, один миллионер, взял на корень, откуда все эти яблоки растут, он на корень поставил сундук золотом. Он basically этот корень задушил. Из-за этого это дерево яблоки больше не дает. Ты оттуда этот сундук вынеси, и он будет обратно давать яблоки. Хай, тэнкию, гуфта, он пришел туда, к дереву, дерево, ты знаешь, я буду тебя немножко копать, ты на меня не обижайся, у тебя там сундук золота, поставили на твои корни, он тебе мешает. И бегает, Джон Омегу, убери его. Хай начинает копать, выносит сундук золота, ставит на пол, закрывает песок, говорит, все, теперь у тебя будут яблоки. Дерево говорит, ой, дорогой друг, этот сундук золота ты возьми себе, ты будешь богатый. Он говорит, не, 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 я свой мазал ищу. Он говорит, возьми это, не, не, это не для меня. Я свой мазал ищу. Хай, теперь он идет дальше, приходит к этому дубовому дереву, заносит свои руки, за дверь там наверху, ключи берет, открывает, эта девушка, она плачет, слушай, я тебя умоляю, ты мне жизнь спас. Я буду тебе женат, ты будешь миллиардер, я царя дочка. Он говорит, не, не, ты мне не нужна. Я свой мазал ищу. Ее отпускает и уходит. Приходит Льву, приходит Льву и говорит, Лев, а, ты знаешь, я твой мазал узнал, что мой мазал? Речка сказала, без мозгового покушай. А, а что была история? История была, история была, что я должен был сундук золота убрать с корня, с яблоково, яблочного дерева. Он говорит, подожди, а тот сундук что стал? Он говорит, я остал, почему ты остал? Он говорит, потому что я свой мазал искал. Он говорит, окей, дальше что стал? Дальше эту девочку спас, в дубовом дереве, я ее кольца, цепи открыл, я ее освободил, она говорит, замуживай за меня, ты будешь царя дома, ты будешь миллиардер, ты будешь губернатор. Я сказал, почему нет? Я свой мазал, что лев говорит, майонез, дожди, у тебя вообще мозгов нету, я должен тебя подключить. Почему? Если у тебя мозги были бы, ты сейчас богат стал, сейчас до моцаря бы стал ты. Но что ты сделал, ты все это потерял. И лев его потом пригласил. Задь, на бухасском что говорят? Майонез, все ура. Говорит Дубна Магит. Дубна Магит говорит, мы идем на Росшана, стоим возле Ашема Ашем, дай мне пару разов, мне деньги дай, дай мне это, дай мне это, Ашем говорит, стоп, ты знаешь, что у тебя есть? Ты Бен Исраэль, ты сын народа Израиля, ты рожденный, уже в рубашке, у тебя есть Тора, у тебя есть Бридмила, у тебя есть Кашу, у тебя есть Талмуд Тора, у тебя есть Шахарин Михай, у тебя есть Тфилин, у тебя есть Шаббат. Ты знаешь, ты какой богатый, когда человек имеет Тора, он имеет самому Ашема, когда у вас есть Ашема, кто вам нужен? Вам никто не нужен, из-за этого говорит Дубна Магин, не надо говорить, мой мозал другой вещь, и главный мозал оставлять в сторону, это наш мозал, учиться Тору, расти по Торе, расти, понимать Тору, чувствовать кайф Ашема, чувствовать кайф Шаббата, надеть Тфилин, и себя чувствовать в Ганадине, во время Тфилина, это самый кайф, себя чувствовать, что у нас сейчас свадьба с Ашема, это самый кайф, больше этого разве кайфа, есть человек в жизни, человек имеет 100 дозов, 120 дозов, но папа говорил, кайки с Ацум на дури, не медонни, а ваея кжо йови, а мусо Ацума, киевти, не медонни, чхе ваея на кум? разход куни, разход куни, киде, а не медонни, а вае на кжо йови, без проблем, из-за этого, из-за этого самый большой кайф в мире, что? во ани, кирват элогим литов, и для меня, быть с Ашемом, как хорошо, остальное мне ничего не стоит, геморра, таани 21, геморра приносит историю, откуда взялась фраза Авину Малкену, Бог наш Папа, Бог наш Царь, откуда эта фраза взялась? и геморра говорит, был один лавай, Равин Равинов, учитель Раби Акива, Раби Элизар Агадон, Раби Элизар Агадон, он стал, в то время у них, несколько месяцев уже дождик нет, уже сухо, голодовки, дождик нет, фруктов и овощи нет, хлеб нет, ничего нету, и сказали Раби Элизару, пожалуйста, молитесь за дождик, он встал час молиться, плакал, 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 никто ничего не ответил, сказали Раби Акива, ученик, пожалуйста, встаньте молиться, Раби Акива вышел, и стал молиться, Мы вернулись к нам, мы вернулись к вам, и 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 мы вернулись к вам. Мы успеем читать через 20-30 секунд, что он прошел. Возьмир, был шокинг. Что такое? Как это так? Ученик принес дождик учитель нивок принеси? Раби Аллах, Раби Аллах. Раби Елизар? Раби Елизар не мог? Как это так, Раби Акива? Говорит Геморан, не то, что это большой паторий, это маленький паторий, это ху маавил алмидотав, в ху эно маавил алмидотав. Это закрывает глаза, когда его унижают, а это не закрывает глаза, когда его унижают. Что такое? Раби Елизар Агадон один день ходил по улице, и увидел Раби Йоси. Сказал, а что ты учился на Увешиви? И он сказал свой хидусь, гумора приносит хагига. Он сказал хидусь, что он учился, а это оказывается Раби Лазар. Раби Елизар, оказывается это с детства. Он говорит, это хидусь? Открой свои руки. Он открыл свои руки и говорит, принимай свои глаза. Два слова сказал, и два глаза упали. Раби Йоси остался без глаз. Он говорит, я тебя спросил научить мне что-то новое, ты какой-то мне алиф бед гималдар говоришь? Тебя не стыдно? Так он строг его. И говорит, Геморан, а что стало? Раби Йоси ослеп. За то, что для него это было новое, а для меня Лазар это было что-то, он это услышал в детстве. А что Раби Акива? Что Раби Акива? Кто был Раби Акива? Папа Раби Акива, кто был? Йосиф. Кто был Йосиф? Гер. Всю жизнь над Раби Акива смеялись. Ааа, Бен Герим, Бен Герим, Тисин Герим, Тисин Герим. За то, что над ним всю жизнь смеялись, он говорит, хай, гуфтах, да, big deal. Хай меня унижают, хай big deal, who cares? Да, окей, нет права. Хашин говорит, за то, что ты не обижаешься на моих детей, когда над тебя издеваются, Хашин говорит, я не буду обижаться на моих детей, когда они не слушают мои законы. Если даже хоть они не слушают мои законы, они не достойны за то, что ты на моих детей не обижаешься, я тоже не буду обижаться на моих детей, и Хашин послал дождик. Отсюда Геморрая Рошана говорит, если человек хочет, чтобы Хашин услышал его слухот, когда 13 attributes, 13 характеристики Хашима мы читаем, воя-амор, Хашин говорит, я осу не фанайка седэ разэ, чтобы народ сделал возле меня по такому порядку, что сделал, читал. Хашин говорит, я хочу, чтобы ты сделал. Эх ани рахум, аф ата рахум. Эх ани ханун, аф ата ханун. Хашин говорит, как я добрый, так и ты добрый. Как я милостыни, как я жалею, я хочу, чтобы ты тоже так жалел. Он говорит, ты знаешь, он меня обидел, я бы никогда не буду никогда в жизни прощать. А сам приходит, говорит, Ашин, ты меня простил. Он говорит, стоп. Ты хочешь, я тебя простил? Ты должен простить сперва. Ты прости, я тебя прощаю. На этом я расскажу еще одну вещь, главное, что я научился в этом году первый раз в своей жизни. И потом мы начнем завершившим всем после трапезы. Малыш Ламон, 8.30, да, они придут? Да. Окей. Как раз у нас 5 минут есть, а потом я вам 5-10 минут дам перекур, потом пойдем дальше. Guys, я вам скажу одну вещь, честно говоря, я сегодня даже не так же много учился. Но у меня на сцене понятно, когда я всех вас увидел. Я все увидел, я как-то так сильно упал. Спасибо за что-то прийти. Инойатов, спасибо. Ихаймов, спасибо. Ихаймов, спасибо. Ихаймов, спасибо. Ихаймов, спасибо. Все, спасибо. Это приятное место, и вы, Mr. Нисанов здесь. Пусть, это Захуд. Он не может объяснить Захуд. Брухим Абаем, спасибо. Вы не должны быть слушать, но я должен быть слушать. Но вы мне дадите сегодня, спасибо. Большое спасибо. Ихаймов. 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 я стою от стула сюда и сужу на стул жалость почему потому что мой народ как-то птичка готовится 30 дней к этому из-за этого торгит когда ты приходишь взять яичку от птички это тебе не корова ты должен маму отогнать это мама готовилась к этому гнезду она готовилась построить свою семью ты должен отогнать а потом взять яичку почему там было идти подготовка за то что там есть подготовка 30 дней есть жалость ашема если народ издайла имеет дорож шана 30 дней подготовка слихот также 30 дней подготовка там есть жалость только из-за этого написано что ему кээээл мээлэх я же вал кисэ рекомим што првинусит лэхэмм трицэд нэ пат гат авки барокца юной лэо лэо лам аээн аэээ и бээ на екэээ шэомэр кадош баэ, холла и сэкауты дьесраэль, пиках, хрэвэлла и аэээм bomэц шэнэээээм аээээээээээх